Двухнедельное состязание творческих коллективов ведущих вузов Челябинска завершилось концертом весны студенческой, который прошел в Челябинском государственном академическом театре имени Наума Орлова. На сцену поднялись более 260 участников, которые показали яркие и незабываемые номера. Но что изменилось бы, если весна студенческая проходила в другое время года? Мы решили задать этот вопрос участникам гала-концерта. Да, я думаю, было бы все то же самое, потому что главное же не то, какая погода на улице или какое время года, главное то, что тут происходит, то, что внутри вот самого праздника, самого фестиваля. Ну, если бы весна студенческая проходила осенью, я думаю, не было бы того настроения, того куража, потому что осень, ну, лично для меня это все больше грустная пора весна, это расцвет новой жизни, новых сил, новых эмоций. И поэтому, естественно, молодежный студенческий фестиваль должен проходить именно весной. Ну, я думаю, наверное, простоял бы снег, потому что накал такой, что очень жарко даже на сцену, когда выходишь, еще фактически никакого номера не показываешь, уже жарко, чувствуешь эту энергетику. Поэтому, я думаю, зима бы, наверное, отпустила бы нас раньше. Этот же вопрос мы задали и организаторам фестиваля, которым выступило Государственное управление по делам молодежи города Челябинска. В Ульяновске есть хороший опыт, у них есть и весна студенческая, и студенческая осень. Но все-таки, с учетом того, что творчество всегда ассоциируется с солнцем, ну, весна, мне кажется, более лаконичная. Профессиональное жюри определило тех, кто поедет в Казань и представит Челябинскую область на Всероссийском фестивале. Весна студенческая – это молодость, новые возможности и вдохновение. Не важно, в какое время года она будет проходить, важно то, что дарят эти ребята каждому зрителю в зале. Спасибо. Спасибо.